МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Добрый вечер". В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва. Поединок. АПЛОДИСМЕНТЫ Попытки найти мирный выход из политического кризиса на Украине пока не приводят к ожидаемому результату. Уступки, на которые идёт власть, не устраивают оппозицию и радикально настроенных националистов. Они выставляют всё более жёсткие требования и создают вооружённые формирования. Кажется, вариант силового решения конфликта становится всё более вероятным. Какую позицию должна занять Россия? Может ли наша хата оставаться с края, когда решается судьба братского народа? Что будет, если к власти придут люди, ведущие Украину, прочь от России? Январь 14-го. Это разоблачение заговора против России и всей Европы. И те, кто сегодня находится на Украине, вы уже пять столетий уничтожаете русский народ. Ибо Украина – это западный русский народ. Это Киевская Русь. Никаких украфт никогда нигде не было. У вас нет экономики. Нет денег. Вы бесплатно жжёте наш газ и насилуете, убиваете, оскверняете, издеваетесь над русскими. Мы этого терпеть больше не будем. Ни одной копейки Украине. Не верьте Жириновскому. Он не отвечает за свои слова. Он лишь бы сказать. Он демагог. Если сейчас бросите Украину, платить будете не 3 миллиарда. Платить будете 150 миллионами российских граждан. Кровью будете платить. Никакой Жириновский со своими словами тогда не спасёт. У нас две страны, но один народ. Украинцы и русские не отличаются друг от друга. Не верьте Жириновскому. Именно поэтому я, Лес Бузина, здесь, сегодня, в Москве. На поединок вызывается председатель ЛДПР Владимир Жириновский. На поединок вызывается писатель и публицист Олесь Бузина. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Звоните и пересылайте сообщение на номер того из оппонентов, позицию которого поддерживаете. Итак, господа, ваш поединок начинается. Вы видели, какой радостный шёл писатель Олесь? Восторг. Он с наслаждением вздыхал московский воздух свободой. И никакого насилия. Никто никого не оскорблял. Сколько он меня оскорбил за 20 секунд? Я ни разу не сказал. Хороший. Владимир Вольфович, Владимир Вольфович, Владимир Вольфович, вы до этого не оскорбляли. Олесь, я вам сказал. В России порядок. Сперва один, потом другой. И здесь украинские порядки заводить не будем. Значит, я говорю по существу. Последние сто лет мы постоянно помогали. Всем. Начиная от Кореи и Китая, и вот кончая Украины и Белоруссии. Никакой благодарности. Никакой солидарности. Мы спасали Болгарию и Сербию, а не в НАТО. Болгарские солдаты шли на нас. В Великую Отечественную. Вы знаете об этом? Все были против нас в 41-м году. Все. Всех, кого мы спасали от турок, от французов. Все перли на русские земли, чтобы пограбить нас. Теперь Украина. Но вы действительно самая близкая к нам. И мы в советское время не воспринимали, что это независимая какая-то территория. Это было название территории. Поэтому мы считаем, что мы не должны. Хватит. Мы уже вам всем помогли. Помните, все говорили при советской власти. Украина всех кормит. Себя накормите сейчас. И за наш газ заплатите. А мы, мы все о вас купим. Мы простых украинцев не отделяем. Мы у всех украинских заводов купим все то, что будет по договорам. Крестьяне из Украины. Мы у вас купим все о продовольствии. Мы вас не бросаем. Мы бросаем ваше продажное правительство. Несуществующих президентов. Это, как вот, Кравчук, он подписал Беловецкие соглашения. А мы отменили ратификацию. Потом вот Кучма морочил голову. Потом вот Ющенко все испохавил. Героями Украины сделал фашистов. Это что вообще за страна? Сегодня наш клиент в Киеве, уважаемый Виктор Федорович Янукович. Он вам покажет жару, как закончится Олимпиада. Вы еще узнаете, что такое Янукович. Пожалуйста. Сейчас он заболел на всякий случай. Заболел. А потом раздастся голос. Патронов не жалеть. И мы дадим патроны. Вот вместо денег мы дадим патроны. Ужас какой-то. Без Украины порядка в России не было никогда. Брежнев, когда правил, до сих пор вспоминаете. Приятно было. Из Днепропетровска приехал. Был период Петровский, до Петровский, и был Днепропетровский. Хорошо было? Я отвечу. Хорошо было. Сейчас отвечу. Когда ходили освобождать Болгарию, когда Берлин ходили брать, сколько украинских фронтов было в 45-м году? Четыре украинских фронта. Каждый четвертый солдат Красной Армии. Мой дед под Сталинградом воевал. Другой мой дед орден славы имел. Командир экипажа 152-мм самоходки. В Прибалтику войну закончил. Между прочим, сын царского репрессированного офицера. Я еще не знаю, где ваши предки были, и не репрессировали ли они тогда моих. Владимир Вольфович, может в НКВД служили, между прочим. Не уверен. А теперь я закончу. Давайте. Без украинцев Елизавета Петровна не спала без Разумовского. Правда? Не спалось Елизавете Петровне без нас, без хлопцев наших, с длинными вот этими самыми. Тут Янукович про*** рассказывал, что это немецкое слово. Вот без этого немецкого слова из Украины Елизавета не спала. Правда? Без Паскевича, этот фельдмаршал Паскевич был родом из Полтавы. Это единственный русский фельдмаршал, кроме Суворова, родом из Москвы Суворов, который взял Варшаву в 1831 году. Вы знаете, как Паскевича Николай I называл? Он называл отец командир. Отец командир. Потому что великий князь Николай Палыч служил в лейб-гвардии под началом украинца, малороса, Паскевича. Это лучший полководец вообще в истории России. Вот тут Жуков, а вот здесь маршал Рыбалка рядом с ним. Вот тут Покрышкин, а вот здесь Кожедуб, 62 сбитых немецких стервятника. Тут что делить? Владимир Вольфович, вы Кравчука вспомнили? А с кем Кравчук подписывал соглашение? С Ельциным. Я глубоко уважаю Россию, но я помню ваши слова о Ельцине. Как вы тогда... Да присмыкались вы перед ним, Владимир Вольфович. А он, извините, выходил пьяный из правительственного самолета и сал на шасси. А самолет было написано Россия. Вот так вот на Россию можно сказать. Вы же замечательный писатель и тонкий филолог. Тонкий филолог. Но я с Владимиром Вольфовичем скоро. Давайте все-таки поднимать уровень общения. А вы хотите, чтобы у Ельцина прорвался мочевой пузырь? Вам это понравилось? Да. Нет. Вы знаете, если бы он у него прорвался до Беловежского соглашения, мы бы с вами здесь сейчас не разговаривали. И слава богу было бы, сколько людей бы живых осталось. Мне кажется, Украина нашла своего жириновского. И вот что трагично. Давайте. Далее. Значит, давайте не будем выдумывать, какой национальности был Паскевич или Рыбалка и все остальное. Это все выдумала советская власть. До 1917 года не было графы национальность. Не было учетной единицы национальность. Была единица вероисповедания. Вероисповедание. Мы все были православны и подданы его величеству русского царя Николая Второго. Или его отца Александра Третьего. Но вы уж извините, православными были не все. Да. И среди ваших предков не все были православными. Среди моих общений оно не было православного. Речь сейчас не об этом. Так что давайте не преувеличивать. Это среди моих предков все были православными. Нету государства. Где все были бы сто процентов. Ой, вы невнимательно смотрели. Одного перспоминаю. Я в зеркало смотрю каждый день. Все государства многонациональные и многонациональные. Но есть главное. Вот в России главное было все-таки русские и православные. У нас сотни народов. И мы их значение не умаляем. Поэтому, когда вы говорите Брежнев, я не буду копаться. У нас в Украине, кстати, тоже. Не мешайте. Сотни. Вот именно потому, что Брежнев был из Днепропетровска, у нас было тотальное пьянство и коррупция. Это ваше влияние, Украина. Нет, нет. К вину приучил товарищ Сталин. Товарищ Сталин с Камказа приучил к вину. Опять нерусский он. Опять. Вся пакость в России была от нерусских. Все пакости были от нерусских. Вас не поймешь. То в России все русские, то в России все пакости от нерусских. Где же эти нерусские-то берутся? Я говорю, в советский период до 17-го года был порядок. Какая Украина? Киевская губерния, Житомирская, Бессарабская, Черниговская. Назначенные русские генералы-губернаторы. А до этого была Украина. Когда? В 17-м веке была Украина. На карты посмотрите. Называю территорию. Посмотрите на карты. 30% от нынешней Украины. Вот возьмите эту треть часть и подавитесь. А две трети отдайте нам. Две трети это Россия. Владимир Вольфович. Россия. Давайте снизимся теперь, чтобы друг другом условно моего отца. Киевский князь основал Москву. Так что делить будем? Он тебя назвал украинским? Он киевский был князем. А он украинский. Киевский это город, а не украинский национальный. А почему тогда Киевская Русь, а не Киевская Украина? А знаете почему Киевская Русь? Я вам скажу. Вы знаете, кто придумал название Киевской Русь? Московский историк 19-го века Михаил Погодин. Современник Пушкин. А почему тогда они называли себя русичи? А почему они себя называли русичи, а не украинцы? А Закарпатская Русь почему? Потому что в Закарпатии. Пришли Киевский и сказали, вы украинцы. Нет, они живут. Нет, естественно. Да не было никого в Киевской Русь. И вообще никого не было. Шведы пришли. Олесь, шведы пришли. Абсолютно верно. А шведы ротцы себя называли. И украинцы. Вот от шведов. Да они не называли себя украинцы. Вот здесь. И русскими тоже не называли. Руссию называли, да. И день сегодняшний. До шведов мы добрались, до Скольдовой могилы тоже. А теперь давайте ближе к телу. А теперь день сегодняшний. А вот сегодня Майдан, и вот сегодня национальную гвардию создают. Да. Которые присягают не украинскому народу. С украинскими фамилиями. А украинской народной. Нет. Там с русскими полно фамилий в том числе. Как вы там сказали? Кто не скачет, тот москаль. Я такого не говорю. Я не права. У меня другая позиция. Не права. У меня другая позиция. Я говорю, что там на Майдане все прыгали, бегали друг за дружкой и кричали, кто не скачет, тот москаль. Владимир Вольфович, я не из тех, которые скачут. Не из тех, которые скачут. Олесь, мы не раз обсуждаем. Мы обсуждаем Украину. Территорию огромную, почти 50 миллионов населения. Зачем нам личные качества ставить на весы? Поэтому я согласен. Я же не говорю против. Ради бога. Все, кто не танцуют по-русски, танцевать. Мы москали. Мы плохие. Ну и ради бога, танцуйте без нас. Что вы ждете от нас помощи? Владимир Вольфович, вы хорошие. Что вы как нищие стоите и просите? Москва, дай деньги. Владимир Вольфович, вы хорошие. Москва, дай газ. Москва, купи у нас. Москва, продай нам. Мы что, Януковича силой держали не подписывать в Литве соглашение? Он сам понял, что конец Украине. Все. По этому соглашению из 30 видов украинской промышленности, кроме 6, все рушатся. Представляете? С 1 января бы сейчас вся экономика Украины бы рухнула. Вы на наши деньги живете. 3 миллиарда отдайте, 3 миллиарда. Вы обнаглели? Еще им дай 2. Ни копейки не получите. Владимир Вольфович. Что это такое? Деньги. Найте вот вам. Вы доллары любите? Держите 100 долларов. Я вам даю. Вот, видите. Вот. 3 миллиарда, а тут 100 долларов. На какие деньги? Жить Зеленовскому не за что. Вот 100 долларов ему дал, пусть пообедает. На какие деньги? Пусть пообедает. Сегодня консульт Майдан. Не рубли, видите, доллары специально для него припас. Доллары. Мало того еще, фальшивые. Нет настоящих. Олег. Тогда давайте назад, если фальшивые. А, вот молодец. Владимир Вольфович, я помогу. Ну нет. Я помогу. Я позже передам. Да. Они не лишние будут. Фальшивые. Не правду. А теперь давайте все-таки по сути. Что сейчас происходит на Майдане? Что будет, если не будет российской помощи? Чем закончится Майдан? Какое будет развитие? Закончится трагически все. Потому что мы, конечно, здесь публику хорошо развлекаем. И Москва город действительно веселый. И я здесь действительно дышу воздухом свободы. И я хочу сказать всем москвичам. Вы не цените Москву. Вы не цените свой город. Я ехал по Тверской. Эта улица красивее, чем лондонская. Это красивее, чем в Париже Елисейские поля. Вы не цените Кремль. Это самый большой средневековый замок в Европе. Вы просто не цените счастья того, что вы живете в великой европейской стране. Вот действительно в европейской стране. Я говорю это как писатель, как историк. Но что ужасно. Вот если сейчас Россия не будет останавливать Соединенные Штаты. Там же не с Майданом идет спор. Вы поймите, на Майдане очень многие делают даже вид, что воюют. Я честно говорю, так и есть. Там спор идет. Спор идет между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Вот в Москву приезжаешь. Вот избавьтесь от комплекса неполноценности. Все русские круче, чем американцы. Я говорю, круче. Я честно это говорю. Честно говорю. Не бойтесь американцев ни в коем случае. Ваши либералы многие боятся американцев. Я написал письмо открытое американскому послу в Киеве, господину Пайету. Я ему написал. Если вы считаете, что в Киеве ничего нет, кроме праздника демократии, и призываете убрать подразделение Министерства внутренних дел из центра столицы, снесите забор вокруг американского посольства. Там четырехметровый забор железный. Откажитесь от охраны милиции украинской. До сих пор посол не ответил. Но американское правительство после этого, которое настаивало на том, чтобы убрали внутренние войска из Киева, МВД убрали из Киева, изменило позицию. Видите, одно письмо мое подействовало. Теперь они говорят, нет, 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 давайте только за мирные акции протеста. Это Обама заявил. Видите, как слово можно останавливать. Знаете, без чего мы на Украине сейчас задыхаемся? Без поддержки России. Нет, ну не надо танки посылать, не надо никакие дивизии парашютные сбрасывать. Я сам бывший солдат советской армии. Бывший рядовой ПВО отслужил, как положено. Мы с этим справимся. Остановите Америку на дипломатическом уровне. Пусть Путин звонит Обаме. Пусть Владимир Вольфович звонит Обаме, я не знаю. Макейну пусть звонит, если Обаме не может. Звоните и говорите. Остановитесь, прекратите давление на независимую Америку. Значит, мы никому звонить не будем. Мы ни во что вмешиваться не будем. Мы никому денег не дадим. Русские цари посылали винтовки и патроны, когда их просили очень. И советская власть посылала солдаты на Кубу, и в Африку, и в Афганистан. Попросите. Патроны дадим, солдат не дадим. А так вам ничего давать не будем. Понимаете? Потому что все это в пустоту. Украины сегодня нет. Сегодня ее разрушали все последние 20 лет. Как вы не понимаете? Не СССР разрушали, как такое государство огромное. А чтобы по частям уничтожать ее. Вот Кавказ оторвали? Оторвали Южный Кавказ. Среднюю Азию оторвали. Прибалтику оторвали. Теперь нужно ближе взять. Лукашенко твердый орешек. Вот нужно Украину расчленить, так сказать. Составить там хаос. Чтобы там ничего не было. И вы нам снова говорите, чтобы мы встали на защиту. Это проигрыш для нас, для русских. Вы понимаете, что мы будем поддерживать болезнь? Нет, выигрыш. Здесь не нужна. Ничего мы не выиграем. Владимир Вольфович, это мы не выиграем будет. Мы их тратим в пустую деньги. Вы сейчас Россия. Ваша власть сама. Мы ничего не проиграем. Ничего не проиграем. Пусть завтра натовские войска станут под Курском и Брянском. И пусть они кормят Украину. Пусть кормят Украину. Вы посмотрите, они делать ничего не будут. Их нет денег. Они все прочитали. Они проиграли Афганистан, Ирак, Сирию. И на Украину ни один натовский солдат не ступит. Они из Афганистана выводят войска, чтобы для оккупации Украины были войска. Для этого они оттуда выделили. Воевать они не хотят. Они в Сирии, американцы проиграли, и теперь хотят в Украине выиграть. Они уже тряханули, и рубль стал падать. А вы хотите, чтобы он еще сильнее упал? Чтобы падающий рубль мы еще вам дадим. У нас сегодня замерзло полстраны. Люди замерзают в квартирах. Мы эти деньги потратим на усилия обогрева. Дадим сотни тысяч тулупов. Валенок, шапок, свитеров. А вы хотите, чтобы мы дали деньги? Гуляй! Кто там, кто не скачет, тот москаль. А деньги дай москаль. Что вы хотите? Чтобы в Брюсселе у вас была гостиная, кухня была бы в Москве, а отдыхали бы на русском Крыме. Не получится. Не получится. И Украина гибнет, мы сожалеем. Мы можем организовать поминки. Я заплачу за поминки. По случаю гибели 20-летнего государства Украины, которого никогда не было, родился урод. Выкидыш, выкидыш на помойку. Кто придет с беженцами? Не произойдет ли экспорт Майдана в Россию, если такая политика, о которой говорит Жириновского, не остановит их там и сейчас? Если сейчас Украина развалится, вы получите здесь 20 миллионов беженцев. Их нужно будет кормить. Они принесут болезни. Страшные болезни принесут. На Майдане уже размножаются вирусы. Такое может оттуда вылезти. Они принесут не только вирусы физические, они принесут еще и идеологические вирусы. Под видом беженцев к вам полезет огромное количество агентов, самых разных. Они тут их и так хватают в Москве, с запада, а так снизу полезут. К вам пойдет куча нищего, голодного народа. Газ трубы не будет. Не будет трубы, по которой газ можно будет продавать. И денег не будет. И бюджет российский повалится к чертям собачьим. И Владимиру Вольфовичу негде будет жить, поддерживая тот уровень жизни, к которому Владимир Вольфович привык. Вот от 100 долларов, видите, отказывается. Уже для него не деньги. Эти копейки нам не нужно. Копейки. Не нужно верить. Сейчас он богатый. Потом бедный будет. Бедный будете, как студент, потрясал у мумбы. Вот такой будете. По поводу беженцев. Вот что будет. Олесь, мы уже приготовили сотни товарных вагонов, поезда. Они стоят на вокзалах Белгорода, Курска и Брянска. Мы с удовольствием всех туда загрузим. Похлебка будет раз в день. И не будет там в шеи. И будет возможность в туалет сходить, как сейчас в Киеве нету туалетов. Есть. Есть зловоние. Есть. Все биотуалеты использовали для борьбы. Владимир Вольфович, когда вы были последний раз в Киеве, никаких беженцев не будет. В 1947 году. Я был в январе прошлого года. Приедьте в Киев. Приедьте в Киев даже сейчас. За исключением Майдана чистый. Согласен. Я говорю про Майдан. Все прекрасно. Но попробуйте подойти к Майдану за 200 метров. Такое зловоние, что нужно противогаз одевать. И они люди не виноваты. Там десятки тысяч. Там все вываливается на улицу. Коммунальные службы не работают. Администрация захвачена. Я говорю, остальная часть Киева великолепна. А где жители из центра Киева? Все уехали. А как издеваются над евреями? Над русскими? Над всеми остальными? У вас фашизм на лицо? А вы хотите, чтобы мы помогали фашистскому государству? За что? За то, что вы сами говорите, что ваш отец, дед воевал против фашистов. А сегодня нас просите дать помощь фашистам украинским? Ничего не получится. Товарные вагоны и Магадан. Понятно. От Майдана до Магадана. От Майдана до Магадана. Чистый сибирский воздух. Температура минус 60. Что мне нравится, что у вас всегда замечательные рецепты. Расстреливают только ржавыми патронами. Вагоны только аккуратные мятки. Товарные. Олесь, присаживайтесь, пожалуйста. Только товарные. Любите вы Столыпина. Русские на Украине. И выдавливают. Вы получите 20 миллионов. Он уже беженец. Он заранил. Он уже уехал. Люди не выдерживают. Причем из Майдана. И сегодняшние события. Вот он уже уехал два года в Москве. Он не один. Ему дали общежитие. Он учится. Все хорошо. И получит российский паспорт. Что еще, Егор? Сейчас все в погоне за российским паспортом. Как над молодежью-то издеваются? У него, в отличие от вас, у него доводы все локальные. То есть он упирается в какую-то историю. И так далее. У него все не взаимосвязано. То есть мы сейчас, как начинать, так и продолжайте. Ну он как писатель. Он как писатель. Он молодец. Призываю, да, этого. Тем самым способствую. Потому что фашисты реально могут прийти в власти в Украине. Ну да, это же ситуация. И в том числе он здесь на эту аудиторию играет в нашей стране. И сами видите, как он говорит. Сейчас серьезная ситуация. У нас там все просто разгалится. Ко он аду. Ко он аду. И кажется, что он... Олесь, перейдите от истории к людям. Вот то, что для людей это важно. Это не правительство вопрос. Это то, что Россия должна помочь людям в Украине. Народу Украины. Вот это, мне кажется, действительно важно. И то, что цены снизили, это не для правительства снизили с 400 до 268 рублей. Это для людей, чтобы правительство на них эту нагрузку не положило. Потом эти деньги все равно вернутся. Готовый командир партии. Кировоград, родной город. Там же тихо у вас. Вот именно одна область, которая более-менее пока спокойная. Самая спокойная. Видите, у вас пока держатся они. Ну каково тебе русский, ты не можешь жить нормально. Украины родственники. Душат. А здесь ты неполноправный, поскольку нет паспорта российского. Не там все, вот издеваются. Не там не свой. Вот 20 лет издеваются. Вот новой Украине 20 лет. Вот он, новое поколение, над ним издевается. А представьте сейчас, если они уйдут в Европу, сколько неэффективных будет учебных заведений. Все будет рушиться, запрываться будет все. И все будут ездить, работать в Европу. Члены рабочими. Члены рабочими. Обслуживающие персоналы. Я это скажу. Первое, чтобы не превращал в клоналу. Раз, не агитировал в Украине против России. Такой своей политикой, когда он всех. Второе, не вмешать, там они способствуют приходу тем самым фашистам. Фашистам, против которых он якобы выступает. Потому что тем помогают из-за рубежа. Правильно сказал насчет помогите нейтрализовать влияние США. Тем помогают. А тут получается, сами боритесь. Олеся про людей. Побольше, что это для людей. Это не правительство. Помощь не правительство. Кстати, можно вспомнить о корне самого Женовского. Который рассказывал, что у него там Житомирская, по-моему, область. Да, да, да. В этой программе мы решили обойтись без третейского судей. Потому что тема очень тонкая и болезненная. Поэтому предлагаю вам послушать мнение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Что же касается нашей готовности помочь Украине, то я уже говорил об этом. И хочу сказать еще раз. Мы исходим из того, что и тот кредит, о котором мы говорили, и снижение хотя бы поэтапное и по квартальное цен на энергоносители и на газ, прежде всего, связано с необходимостью и желанием поддержать не какое-то конкретное правительство, а украинский народ. У нас, знаете, есть такое выражение, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. То есть страдает всегда простой гражданин. И нам бы очень хотелось, чтобы вот эта нагрузка на рядового гражданина была минимальной. Нам, конечно, не безинтересно, какую экономическую политику будет проводить будущее правительство. Мы, правда, не знаем пока, кто его возглавит и как будет возстраиваться эта экономическая политика. Но мы намерены свои обязательства выполнять. Мы продолжаем программу. Олег, прошу, Лавен Вольфович, прошу. И в поединок вступают гости, у которых есть вопросы к нашим участникам. Прошу, кто желает. Добрый вечер. Владимир Жарихин, политолог. Вы знаете, ну, конечно, достаточно весело у нас идёт эта передача. Одна проблема. Веселье на фоне той ситуации, трагической ситуации, в которой оказались наши соседи, наши братья. Украина. Она в беде. А наши либералы знатные. Владимир Восфинджи, Жириновский, Ирина Прохорова, ещё один либерал. Я бы не ставил этих людей в один ряд. Я поставил, потому что они говорят одно и то же. Ни копейки не давать. Вот сейчас наших братьев, вместо того, чтобы им помочь подтолкнуть, подтолкнуть на краю пропасти. Владимир Вольфович, первый вопрос. Подтолкнуть или оттолкнуть от пропасти? Да нет, подтолкнуть, денег не давать. Значит, сознательно, сознательно, на политический кризис наложить ещё экономическую катастрофу. Вот, что предлагает Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, вы понимаете, что таким образом, вот вы говорите, 20 миллионов человек придут в теплушке один раз в день кормить. Это наши русские люди из восточных и южных областей. Вы им такую судьбу предполагаете? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы, оказывается, вот тут в перерыве, мы слышали, вы с Олесем даже когда-то ужинали в Киеве. Да, ужинали. Вы что, не знаете, что Олесь, это практически не просто Олесь и не просто писатель. На Украине это знамя сопротивления. И вы против него. Сознательно выступаете в нашей передаче. Совесть у вас есть, Владимир Вольфович? Хорошо. Значит, мы здесь обсуждаем Россия и Украина. Кризис, что делать? Вот меня будете обсуждать, с удовольствием приду. И отвечу насчет моего отца, я сейчас отвечу вам. Его расстреляли, дедушку, 16 августа 1941 года. Всех жителей Костополя. За ондеркоманда была 10 человек. Два немца и 8 украинцев. Вы нас расстреливали еще в 1941 году. Мой дед в это время был в Красной армии. И никого не расстреливал. Согласен. Я же не говорю все 100%. А вы мне пальцем показываете. Я отвечаю еще. Зачем вы тычете пальцем на меня? Да не на ваши. Вы знаете, что мою бабушку чуть не сожгли в 1942 году. Так я про свою бабушку рассказываю. Украинка была полностью этническая. Даже не разговаривала ни на каких других языках, кроме украинского. И сейчас в России каждый третий человек родом из Украины. Родом, да. Но не украинец. Даже вы. Сейчас один ручек надо ответить. А где моя фабрика стоит? Деньги-то идут вам. Вы знаете, фабрика стоит в Костополе, построенная моим дедом. А советская Украина и нынешняя, себе загребайте доходы. Хорошо бы не пообщаться, а услышать ответы на мои вопросы. Отвечаю. Значит, что сегодня происходит на Украине? Чтобы было более понятно. Майдан это все эпизоды. Вы помните 1939 год? Я не помню. Советский Союз, Польша. Что нам сделали с Польшей? Якобы мы делим Польшу с Гитлером. А для чего это все делалось? Чтобы нас втянуть в войну. Чтобы наши войска стали ближе друг к другу. И 22 июня начать нас бить. Сегодня то же самое делается с Украиной. Они ждут, что надо... Они хотят, чтобы славяне снова сцепились. Как на Балканах. Сербы с хорватами, там, эти, значит, македонцы, боснийцы. Все друг с другом воевали. Тысячи убитых. Все разгромлено. И стоят на ногах, умоляют Брюссель принять в эту организацию. Стоять на колени. Стать на колени. Вот сейчас подошел Украинский фронт. Когда Олеся говорит, сколько было фронтов. Они были сформированы на территории Украины. У нас был и степной фронт. На что у нас такой народ есть, степняки. У нас были десятки фронтов. Причем есть название фронта. Так вот сегодня они открывают перед нами Украинский фронт. Они все уже сделали. При Балтике НАТО, Кавказ отобрали. Вот стравить, где можно только русских украинцев, на территории Украины. Олеся открывает этот фронт или нет? Нет. Почему тогда вы против него выступаете? Я не выступаю я против него. Вы опять говорите. У нас же поединок. Я свою позицию излагаю по Украине, по НАТО, по США. Причем если Олеся? Я ему куплю брюки, я его накормлю. Ну тогда поставьте сюда Макфола, а не Олеся. И кормить меня не надо, Владимир Вольф. Конечно. Вы должны понять, что если мы будем помогать Украине, эти деньги не помогут Украине. Вы можете понять? Мы помогали Гитлеру. Вспомните? Мы давали зерно, бензин. Все помогать. Учили их летчиков, танкистов. И что кончилось? Они на нас напали. Так и здесь. Вы украинцев уже и с фашистами ссорами. На наши деньги. На наши деньги сформируют новые украинские армии. И они будут биться с нашей армией под Белгородом. Как уже бились. Кто сбивал русские самолеты во время войны с Грузией? Украинцы. В Грузии нет ПВО. Приехали украинские ребята и сбивали 4 самолета лучших наших уничтожили. Сколько там сегодня на Майдане стоит те, кто на Кавказе вместе с боевиками Кавказа убивали наших солдат? И вы хотите, чтобы мы снова давали деньги, на которые будут сформироваться боевики армии и полки, чтобы убивать нас? Никогда. Никогда этого не будет больше. Пожалуйста. Елена Афанасьева, депутат Госдумы, фракция ЛДПР. Конечно, после такого бурного начала, Олесь, я еще больше поддерживаю Владимира Вольфовича, в том, что финансово помогать Украине сегодня нет резона. Объясню почему. Вы как-то сказали, что суть политики Украины – это треск, фейерверк и увлеченность. И вот сегодня вы демонстрируете то же самое практически. Треск, фейерверк и увлеченность. Но когда мы даем деньги, слышать в ответ, что мы возьмем ваши деньги и потратим, и плюнем вам в лицо, мне кажется, это унизительно для любого россиянина. Даже не из-за того, что вы дружеский нам народ, а из-за того, что наша помощь воспринята вот так. Да, не всеми украинцами, но частью, которая сегодня имеет право говорить в ваших средствах массовой информации. К сожалению, получилось так, что вот та реакция, которая сегодня происходит в самой Украине, это реакция на действия вашего правительства, которое вы в том числе избирали. Чиновничество сросло с бизнесом. Вся чиновничья верхушка повязана родственными связями. Суд у вас практически, ну, суд, пересуд. И, конечно, страшная коррупция, которая есть, и говорят, и 60-70% откатов дают сегодня вашим чиновникам. Это вы предлагаете нам туда дать наши российские деньги. С другой стороны, то, что происходит на Майдане, с одной стороны, это театрально, с другой стороны, можно сказать, что это трагично, но те люди, которые являются лицом Майдана, такие, как Кличко, например, я теперь уважение к этому человеку, я лично, как гражданин Российской Федерации, потеряла. Но Кличко – марионетка. Марионетка, которая дают деньги. Марионетка, которая держит людей. Несколько тысяч там, несколько сот тысяч, которые оплачивают. Совсем другие люди оплачивают все это представление. И они же, кстати, все это показывают в СМИ. К сожалению, все вот эти действия и оппозиции... Вы знаете, эта трогательная ситуация, когда на пресс-конференции госпожа Эштон не пустили российских представителей СМИ. Просто сказали, не надо. Потому что нужно одного осветить, конечно. Конечно, вот эти действия и правительства вашего, и оппозиции, они привели к тому, что в стране процветает фашизм. Это вообще уму непостижимо, когда оправдываются фашистские действия людей. Для нас, для россиян, неприемлемо, когда совершаются надругательства над нашими памятниками. Памятниками тех героев, которые защищали в том числе и Украину. Для нас неприемлемо, когда гибнут люди. Я вот все время... Я ставлю себя на место той матери, у которой погиб ребенок. Это страшно. Но ваша реакция, украинцев, она меня вообще поражает. Как вы сами себя ведете? Вы ведете себя недостойно. Вы вините в своих грехах всех. Вы вините Америку, что она хорошо, как вы говорите, работает у вас в Украине. Вы вините Россию и говорите, что мы плохо у вас работаем в Украине. Вы вините Восточную Украину, что она боится Запад Украины. Вы вините даже Центральную Украину и говорите, что она поддерживает нацистов. И это правильно. Но вы не вините себя. Но вы не вините каждый в отдельности себя. Вы вообще себя, украинцы, считаете все время правыми и ни в чем не виноватыми. И делаете вид человека, который считает, что вот все его обижают. Даже сейчас вы так себя ведете. Все должны. Но я лично вас не понимаю. Вы не герой моего романа. Я видела в воскресный вечер спецвыпуск Владимира Соловьева программы и слышала, как вы выступали и посмотрела потом ваши статьи. И я была поражена цинизмом, с которым даже вы выступаете. С одной стороны, вы говорите, существует три братских народа. Русские, украинцы и белорусы. Но с другой стороны, и это прослеживается неоднократно в ваших статьях, вы выступаете за новый возврат Киевской Руси в новом формате. Вплоть до Владивостока, но во главе с украинцами. Как вас понять? Как вам можно доверять? Как вам можно доверять деньги? И как вам можно доверять нашу дружбу? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот знайте это. Я говорю это абсолютно открыто. Не вызывайте у меня симпатии. У вас вообще российские политики не вызывают симпатии, я заметила. Путин у меня вызывает симпатии. А Владимира Вольфовича я в Киеве утешал. Да мы ужинали с Владимиром Вольфовичем. Мы вас сейчас утешаем, успокойтесь. Меня не надо утешать. Научитесь себя вести. Вы ведете себя, извините, как базарная баба. Нельзя так аккуратно. Вот честно говорю, так как есть. Так нельзя себя вести. Вы сейчас... Я даже отвечу не вам. Я отвечу Владимиру Вольфовичу. Вы сейчас своей позицией отталкиваете от России своих друзей. Потенциальных друзей. Вы хотите остаться в изоляции? Вы хотите остаться один на один со всеми остальными? Вот тут Владимир Вольфович вспомнил Германию. Вот Германия страдала такой манией величия. Германия воевала против всех в мире. Все союзники у Германии были такие, как Италия. Все были продажные союзники. Бросали ее в самый ответственный момент. Немцы считали себя самыми крутыми. Самыми крутыми считали. Нам никто не нужен. Мы будем воевать против всех. Не союзников, никого не нужно. Владимир Вольфович, вот вы его слушаете. Я понимаю, что он ваш партийный лидер. Вы не можете ему возражать. Он у вас один такой. У вас культ Владимира Вольфовича в ЛДПР. Вот что он сказал, что вы повторяете. А я скажу такую простую вещь. Вот он привел пример с разделом Польши. Плохо, что Польшу разделили. А вы сейчас хотите, чтобы Украину разделили? Так граница между вами и Евросоюзом окажется вот сразу же разделенная. Вы хотите Украину полностью отдать Западу? Сейчас идет третья... Но так вы не отдавайте свою Украину Западу. Вы сами не отдавайте. Ну научитесь разговаривать. Ну научитесь вести себя. Нормально себя веду. Просто вы пытаетесь сейчас свою проблему переместить на наши плечи. Это не наша проблема. Но создали ее вы сами. Это ваше проблема. Своим бездействием и соглашательством. Я говорю вам как есть. Вот здесь меня обвиняют в чем угодно. А я все равно, даже вот после этого предательского выступления... Это пятая колонна среди вас сейчас в ЛДПР. Олесь, камера здесь, Олесь. Пятая колонна. Я все равно остаюсь другом России, несмотря на все вот это. Не первый раз нам вот это терпеть бесконечно. У нас эти фронты гуляют на право и на лево. Перестаньте и стереть, пожалуйста. Вернитесь к теме. Если вы что ли, Сталинград должен был по этой логике не защищать, или что? Все можно защищать. Владимир Вольфович, вы хотите сейчас развала Украины? Эти три миллиарда даны в долг под пять процентов. Они вернутся вам. Вы сейчас потратите три миллиарда и приобретете дружественную страну. Вы приобретете бронежилет, и Москва останется свободной. И мы, несмотря на все вот эти различия, несмотря даже, может быть, на мою грубоватость, за которую я извиняюсь искренне, мы будем свободно здесь дискутировать, мирно ездить по улицам. Здесь, да. Вы нас не мешаете. Неужели вы хотите Майдан в Москве? Не будет Майдана в Москве. Вот болотное у вас стояло совсем немного, тоже при поддержке американского посольства. Это московское болотное, это, в общем-то, из интеллигентных людей. Знаете, перестаньте, во-первых, ругать, а во-вторых, обратитесь не к нам, а к своим людям, к своему народу. Не будет никакой свободной дискуссии. Теперь по поводу моего народа. Пожалуйста, пожалуйста, не унижайте мой народ. Вы сами сейчас унижаете его. Не мы, а вы унижаете. И вы меня извините, Лен, вот здесь я должен сказать, вы, может быть, не очень точно владеете информацией, но известно, когда приехали погромщики и попытались захватить один конкретный уголок, если я правильно помню, это Запорожье было, да? Совершенно верно. Где вышел человек и сказал, я не встану перед вами на колени, я не пору свой партбилет, хотите, убивайте. На Украине формируются отряды самообороны, чтобы вы узнали. Вот он встал и отбил. И таких много. И в Крыму, и в Севастополе, и в Харькове, и в Астон встал. Это и есть путь войны. Владимир Вольфович, подождите, подождите, у меня один эфир, а у вас миллион будет. Я имею право сейчас это сказать. Да, голодный, голодный, пусть будет на этот раз по вашему. Две трети Украины сейчас за Россию. Две трети. Неужели вы хотите делать так, чтобы вся Крыма была в Россию? Если вы слышали, что сказал наш президент, то же самое. Не забывайте меня. Давать деньги коррупционному правительству, это бесстыдно. Выберите время, Владимир Вольфович. Человек Александр, киевский журналист. Чтобы сейчас немножко разрядить ситуацию, чтобы мы взяли тон стебно-ироничный. Я такой же вопрос задам, Владимир Вольфович, стебно-ироничный. Владимир Вольфович, я считаю, что по большому счету, я неоднократно высказывал в киевской и украинской прессе, заявлял свою позицию о том, что я считаю, что никаких украинцев и украины не существует. В Киеве, в Харькове, в Одессе, в Донецке живет тот же самый народ, что живет в Москве, в Новосибирске, в Волгограде, в Питере. Это живет один русский народ. И вот когда вы говорите о том, что давайте мы их там оставим, вы говорите о том, что вы хотите оставить своих братьев. Вы должны знать, что мы такие же русские люди, как и вы, русские. Мы ваши братья. Нам сейчас тяжело. У вас есть свое государство. У нас сейчас своего государства нет. Нас некому защищать. Только сейчас формируется наше самосознание. Только сейчас мы формируем отряды самообороны. Не оставляйте нас. Не оставляйте нас. Это первое. А теперь такой вот стердный вопрос. Раз дело идет о русском народе, вот вы, Владимир Вольфович, 20 лет или 25 в вашей политической карьере, вот всегда специализируетесь на защите русских. Ну, постоянно мы только слышим какие-то такие гемогические выпады, да, вот риторика. А где практика? Не хотели бы вот стать вы для русского мира, кем стал Чи Гевара для Латинской Америки? Вот вы не хотели бы стать вот Чи Геварой русского мира? Да. Отвечаю. Вот Чи Гевара в свое время, Чи Гевара, одну секунду. Чи Гевара в свое время был после завоевания вместе с Фиделем власти на Кубе, да, там, и директором банков, то есть руководил Кубой. Потом он все бросил. И с отрядом поехал в горы Боливии поднимать, защищать, да, боливийских крестьян, делать революцию для Латинской Америки, для всей. И погиб, был расстрелян. Вот, Владимир Вольфович, не хотели бы вы бросить все свои мерседесы? Я не знаю, там, дома отдыха, квартиры, вот, ваш костюм сударь. И быть расстрелянным в Боливии. Да, и быть, да, и поехать, да, и поехать на юго-восток Украины, да, поднимать русских людей. Вот смотрите, какие прекрасные, вот, великолепная, вот, женщина, она будет ездить. То есть вам мало Проханова, который регулярно на Украине, и который, по-моему, жил в скалахе. Вот, отлично, отлично, да, возможно, вы будете расстреляны, возможно, вы будете расстреляны где-нибудь, я не знаю, перед Телеконом, или на берегу Днепрогрессом. Я вам так говорю, если к вам приедет Жириновский на Майдан, через три дня он будет президентом Украины. Владимир Вольфович, вот готовы, да или нет? Да, давайте, я вам отвечаю. Значит, не надо больше никаких героических поступков. Не надо никого нигде сжигать в топках, не надо никому угрожать. Упаси бог какой-нибудь Че Гевара, или какой-нибудь новый Ленин. Сидите все дома, отдыхайте, работайте. Если вам мешают, и вы говорите, что вы остались одни, Юго-Восточная Украина, обратитесь официально. Область ситуации Донецка. А вы нам вагоны, да, столыкинские, да, в Белгороде, правильно? Мы будем обращаться к нашему руководству, встать на защиту русских в Юго-Восточной Украине. Нам и Че Гевара нужен. У нас есть одна псковская дивизия ВДВ, достаточно. Вы уже обращаетесь. Вы сюда приехали и говорите, что вы делали 1 декабря 1991 года, когда вам на референдум вынесли вопрос, и все русские поддержали отделение от России. Что вы сейчас заговорили, что вы русские? А в 1991 году на референдуме в марте, мы же проголосовали за сохранение государства, через 5 месяцев вам заплатили, и вы уже не хотите быть с Россией. Сейчас заплатят вам, и вы сюда приезжать не будете. А кто заплатит? Кто заплатит? Те, кому платят за Майдан. Поэтому вы поймите суть всего конфликта. Нас с вами стравливают. Им нужна война на территории Украины, чтобы увеличить бюджет НАТО, бюджет США. Везде экономический кризис. Он идет уже 20-30 лет. И без войны, из экономического кризиса, западная экономика никогда не выйдет. Но война в Афганистане не дает успеха. Арабы, персы, турки. Только в центре Европы нужно шарахнуть. Владимир Вольфович, зачем сидеть по домам? Подождите одну секунду. На Украине фактически идет война. Да. Идет война. Что значит сидеть? Если идет война, нужно обороняться, да? Оборонять. Ну возглавки, возглавки, возглавки. Возглавки. Я вам говорю еще раз. Оденьте камуфляж, Владимир Вольфович. Оденьте камуфляж. Оденьте камуфляж и вы. Да нет. Мы, да. Возглавки, да. И вам пойдет камуфляж. Поможем. Но у нас есть ребята и помоложе. Есть Сокол и Жириновского. Если надо, они подлетят. А где Сокол и Жириновского? Да, где? Нас с вами возвращают в 17-й год. В гражданскую войну. Правильно. Партизаны, чтобы русские, украинцы, снова славяне, белорусы, кровь, кровь, они в Брюсселе будут считать. Кого? Права человека, нарушаете. Какие там гранты давать. То есть над нами, с вами они издеваются. Неужели вы это не понимаете? Вы там никогда не нужны в Россоюзе. То есть последний бросок на Киев или на Брюсселе вы не хотите делать? Им нужна война. Правильно или нет? Я вам еще раз говорю. Если вы обратитесь за помощью, мы найдем способ, как вам оказать помощь и всем заткнуть глотку в Киеве. Понятно. Обращайтесь. Пожалуйста. Диденко Алексей, депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, член высшего СССР ЛДПР. Еще какой. Поэтому наши ребята, вы говорите, где? Они здесь ждут возле Мосфильма на наших партийных газелях. Они вам все объяснят. Вы не поняли. Пока без пулемета. Это надо то же самое, но в Киеве. Да. То есть начнут легко. Мы можем продемонстрировать чувствую мощь и на небе. Киевское. Киевское шоссе. Киевское шоссе недалеко. Но я вынужден защитить нашу милую Елену. Олесь, ну вас не красит то, что вы так себя ведете. Олесь уже извинился. Извинился хорошо. Но он говорит, что симпатии не вызывает. Это у вас, видимо, симпатии, видимо, у вас Кэтрин Эштон вызывает. Вот это самая безобразная женщина всей Европы, которая лицетворяет. Вот истинное лицо Европы. Не то мужчина, не то женщина. На Майдан приехала кобыла Эштон. Вот вы поедьте на Майдан, живите в Киеве открыто, смело, как я. Нет проблем. И исповедуете такую позицию. Нет проблем. Я не боюсь, что вы к нам приехали. И просите помощи. Нет, не сидите в Москве. Сегодня вы не бойтесь быть бузиной в Киеве. А теперь, молодой человек, пожалуйста, вопрос. Вопрос задаю. Вопрос задайте. Нет проблем. Кстати, вы боксом занимаетесь? Нет, стрельбой. Очень хорошо стреляю. А Олесь замечательно боксирует. Оружие мы вам не дадим, а перчатки Олесь вам выдаст. Владимир, он издалека. Чемпион России по биллиарду. Вы чиновников России. Среди чиновников дожили. То есть вы государственное время на биллиард тратите. В субботу. В субботу. Работать должны. Семь дней в неделю. Не в шары гонять, а о Родине думать. Владимир Владимирович, можно, да? Да, прошу. Есть такой выдающийся деятель немецкий, государственный. Главный Киний доставайте. Который очень много хорошего и такого правильного сказал про Россию и Украину. Но вот два высказывания заслуживают особого внимания. Отто фон Бисмарк говорил, что единственный способ подорвать могущество России, это оторвать от нее Украину. Но не только оторвать. Нужно противопоставить Украину России. И что для этого нужно сделать? Нужно найти, израстить предателей среди элиты, благодаря которым будет просто подорвано самосознание. И все украинцы будут настолько ненавидеть все русское и ненавидеть свой род, что они, неведая, будут против своего собственного народа. Остальное все дело времени. Вот я готов в первой части поспорить с великим немцем, что Россия без Украины это уже не могущественное государство. Как раз наоборот. Последние 20 лет мы показывали, что можем прекрасно без Украины обойтись. Но вторая часть, мы видим все, что сегодня это происходит. Что эти предатели из элиты взросшенные стоят на Майдане. Эти мерзавцы, эти Гнебок, и Ценюк, и Кличко. И они просто толкают, как правильно было сказано, свой народ в бездну. Но не кажется ли вам вот то, что бросается в глаза? То, что сам украинский народ вот настолько заигрался и потерял это самосознание. Ведь, как говорил Бисмарк, это одна часть великого народа. И он сам не будет осознавать своих корней. Они настолько заигрались и не понимают, куда им идти дальше. Где вот те отряды самообороны, о которых вы говорите? Где они? Мы их не видим. Мы о них слышим. Заявление Керниса, Добкина, других там патриотов. Ну где они? Где эти колонны, которые идут в Киев? Мы не видим. Подождите, это еще не все. Вот у нас в сентябре, в октябре прошел поезд по всей стране. Агитпоезд ЛДПР по всем регионам. И все жители нашей страны, весь Дальний Восток, весь Сибирь, говорят об одном. Ребята, ну где? Где наше достояние? Где наш газ? Вопрос не о том, что дорого или дешево мы продавали Украины. В подавляющем большинстве наших регионов, их вообще, его вообще нет. Желтые трубы, понимаете? Они сегодня в минус 40, Красноярск, Якутия, Сибирь топят углем и дровами. Понимаете? Вот я родился на Украине, а вырос в Сибири. Вот в моем родном... То есть вы это воплощение мечты Жириновского. Я вот до кончика своих когтей русский. Мы вас отправим на вагоне в Сибирь. Россия меня воспитала, дала образование, дала работу. И депутат власти. И депутат Государственной Думы России, русский депутат. И каково мне смотреть, что вот в Лысинском районе, Черкасской области, откуда я родом, где родился, есть желтая труба. Но по ней течет голубой газ, который добывает в Томской области, которая меня воспитала, дала мне жилье, образование и путевку в жизнь. Там газа нет, понимаете? Нету. Сегодня вот почему вы решаете проблемы, вот Гречко украинский решает свои финансовые проблемы за счет русского Ивана, который сегодня, у него руки в мозолях от топорища, он топит свою печь. А вот, они вчера в футбол играли на Майдане. Молодец. Хорошо. Молодец. Я просто подумал, как у вас образно, да? Желтая труба, по которой течет голубой газ. Желтая, блакитная. То есть половина русских без газа живут, а вся Украина с газом. Вы меня, конечно, простите, но при своем уважении, если мы в этом будем обвинять Олесе, это будет смешно. Может, вы посмотрите на зарплату футболистов Зенита? Вопрос такой. Коротко, вопрос в следующем. Вот вам не кажется, я пытался об этом сказать, что украинскому народу в первую очередь нужно определиться. Или они хотят с Евросоюзом, или они хотят с Россией в составе Российской Федерации, или они хотят своего собственного пути, но пускай они решат. Они на референдуме в 91-м году морочили нам голову, сейчас они морочат нам голову. Но где их позиция? Где украинский народ, который хочет жить вместе с русскими и с Россией? А вы частично уже ответили на свой вопрос. Вот вы сказали, что вы родом из Украины, вы приехали в Россию. И этот газ добывают украинцы, в том числе и в Тюмени, и в Томске, и где угодно, по Дальнему Востоку. Большинство с Российской Федерации говорит о том, что вы не бываете. Дайте ответить. Знаете, есть старое выражение, что бьют не по паспорту. Правда? А в данном случае нас бьют всех по душе. Вот вы мне не враг. И душа у нас одна, между прочим. И я не думаю, что ваша душа только сейчас демагогически кричит. Она же и болеть тоже иногда должна. Вы спросили. Дайте ответить, Олесь, дайте ответить, Олесь. Дайте ответить, Олесь. Ну не орите вы, ну не на базаре мы. Теперь вы спрашиваете по поводу отрядов самообороны. И вы спрашиваете по поводу сопротивления. Парни с юго-востока Украины служат преимущественно в подразделениях Министерства внутренних дел. Когда вы видите по кадрам хроники, как их обливают бутылками с горючей смеси. Но вы же не горели никогда в танке. Вы же и никогда у вас бутылку с горючей смесью не бросали. Вот если бы бросили, я бы к вам относился так, как я отношусь к этим парням. Эти парни сейчас спасали Украину. И спасли ее. Никто из них не предал. Вот вы постоянно подозреваете почему-то украинцев в предательстве. Вы среди россиян тоже поищите, пожалуйста, предателей. Их достаточно. Я еще раз вам говорю, это наша общая беда. Это общая беда. Не только Украина в 91-м году отделилась от России, но и Россия отделилась от Украины. Декларация о суверенитете российской была на год раньше, в 90-м году. С этого начался развал СССР. Это правда. И танки в 93-м году, вы маленькие были, а мне 44 года. Я это все видел, и между прочим, был тогда в Москве, когда стреляли танки по Верховному Совету Российской Федерации. Помните, вот все здесь помнят, люди старшего поколения. В Киеве сейчас еще пока не так страшно. Ну, танки еще не стреляют, но вообще-то страшно. Приходят люди и записываются в эти отряды самообороны. И я еще раз повторяю, две трети областных администраций в Украине, вот строго, вот посмотрите на карту, где областные администрации стоят, и Киев в том числе. Я из Киева приехал, где горячо. И я не знаю, между прочим, я вернусь живой в Киев или нет. Но я стою здесь, и я не боюсь свою позицию здесь декларировать. Жизнью ее своей подтверждать. Понимаете, и риском смерти в том числе. И я хочу еще сказать одну вещь. Вот я здесь провел несколько дней в Москве. Я приехал всего на один день, пришлось дольше задержаться. А мне смс-ки идут о том, что, Олес, будь осторожен, тебя уже ждут на вокзале в городе Киеве. Отдавайте себе отчет. И ждут меня вот те, о которых вы говорили. И проплаченные, и купленные, и от Газдепа. И жизнь моя, чтобы вы знали, подвергается смертельной опасности. И я не знаю, я буду завтра живой или не буду живой, молодой человек. Оставайтесь, Олес, мы вас защитим. Нет, я хочу сказать о своей позиции. Я не останусь здесь. В Москве очень хорошо, очень уютно, очень тихо. Я по профессии русский филолог. Я говорю по-русски, как вы видите, ну, наверное, не хуже любого россиянина. Вот как Гоголь говорил, он тоже родом был из-под Полтавы. Гоголь как говорил, я не знаю, какая у меня душа больше, хохлатская или русская. Я скажу даже четче. Я не знаю, какая у меня больше душа, хохлатская или кацапская. Более того, я по происхождению, вот вы о своем заговорили. Я на 1.32 вот этот самый москаль, а на 1.32 вот этот самый хохол. Что мне внутри делить? Есть два государства, но есть один народ. Есть происки Запада. Есть очень хитрая политика. Есть эти 3 миллиарда американские доллары, которых может еще федеральная система напечатать и обесценить. Не в деньгах сейчас дело. Дело в том, будет чувствовать Россия, что на Украине есть такие люди, как я, Лесь Бузина, которые Россию любят, которые не делят ничего. Мне Россия, вот слушайте, я в Украине очень успешный человек. Я не беден. Я живу в хорошей квартире. У меня загородный дом. Я езжу на этом самом джипе. Все это заработано писательским мастерством. У меня нет бизнеса. Я пишу. Я немного занимаюсь политикой. Дальше жизнь заставляет меня политикой заниматься все больше и больше, потому что жизнь становится в Киеве все страшнее. Мои предки, а я им изменять не собираюсь, это частично обычные крестьяне и казаки, частично русские дворяне, чтобы вы знали, частично русские офицеры, дед мой колхозный сторож, отец мой бывший контрразведчик, бывший подполковник КГБ, чтобы вы знали. Я этого никогда ни перед кем не скрывал. Ну, Олесь, тогда получается единственный выход. Ну, вы определитесь. А я определился. Вот дружба дружбы, но вы, вот, братки русские. Я определился. Давайте, давайте определимся. И мы не будем платить налоги. Мы братья братья, а налоги не платят. Я объясню вам. Олесь, и вы тоже определитесь, и вы определитесь, и вы определитесь. Сразу после рекламы. После рекламы, давай. Пожалуйста. Меня зовут Олисей Тарасов, украинский общественный ведитель. Владимир Иванович, мне очень больно вас слышать. Знаете, слушать вашу эту риторику, ваши аргументы. Больно потому, что у меня так же, как и Олеся, всю войну прошел, дед был призван в июне 41-го в Чернигове. Больно слышать то, что вы предлагаете ввести там в Украину 76-ю десантную псовскую дивизию. Именно 76-ю черниговскую, краснознамённую, гвардейскую штурмовую десантную дивизию, которая освобождала... Хорошо, 82-я Псковская вам понравится больше? Ну, она так изначально была названа... Ну, я про то же, да. После того, как освободила мой родной Чернигов. Владимир Иванович, мне больно слышать то, что вы в ответ на экспорт к нам национал-социалистической революции предлагаете экспорт какой-то непонятной контрреволюции. Мне очень больно то, что вы разрушаете сейчас у тех людей, которые в Украине вас слушают, на юго-востоке, на востоке, которых вы убиваете мечту в том, что есть там большая Россия, которая думает о них, думает о тех людей, которые сейчас выходят против этих бандеровцев, которые создают, как говорилось, отряды самообороны, а вы им говорите, нет, вы не нужны. Зачем вы выходите? Сдавайтесь там, грузитесь в вагоны. Зачем вы это делаете? Зачем вы убиваете у людей то светлое, то, что ещё осталось на Украине, не убитое ни госдепом, не убитое никакими нацистами? Спасибо. Значит, я, пользуясь случаем, ещё раз говорю. Мы полностью поддерживаем всех русских на Украине и всех украинцев, которые хотят с нами быть в нормальных отношениях. Но мы видим, в чьих руках власть. Вы можете понять? Вы предложили эту государство? Подождите. Немцы не были все фашистами, но с 33-го по 45-й власть была у кучки негодяев. И сегодня немцы самая демократическая нация. Этих негодяев нет. Когда вы в Киеве уберёте кучку негодяев, которые хотят стравить нас с вами. Ведь они же стравливают. Они хотят у нас получить деньги, чтобы вооружить западную Украину против восточной. Мы этого не хотим. Чтобы они вас не убивали из винтовок, купленных на русские деньги. Брюссель им денег не даст. Мы разоружаем. Владимир Владимирович, но вы что же предложили вагоны? Грузить этих 20 миллионов русских, 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 язычных украинцев и везти к вам? Беженцы, беженцы. Мы их отвезём в Дома отдыха. Вы всё делаете, чтобы они появились. Это в Дома отдыха, вы не так поняли. Это в Дома отдыха. У нас Сибирь, это курортная зона. Я там был пару месяцев назад, поздно там довольно-таки. Температура минус 60. Это же конфетка. Минус 60. Это другой вопрос. Ведь им, Брюсселью, не нужна русская Сибирь, русские холода. Они хотят, чтобы мы пришли туда. Вот вы говорите, нас, вас защищать надо. Это хочет Брюссель. Не надо защищать, просто не надо у людей разрушать мечту. Я вам говорю, болгары мечтали, чтобы мы их спасли от турецкого ига. И царь послал русскую армию. И тысячи погибли. Тысячи, сотни тысяч. А теперь болгары в 41-м воюют против нас. А сейчас вступили в НАТО. А вы знаете, что во время того похода мой прапрадед погиб? Между прочим. Но при чём есть ваши родственники? При том, что это были русские офицеры, русские солдаты. Но я об этом и говорю. А почему вы это не учитываете? Я об этом и говорю. А вот тогда мы были вместе. И гибли за общее дело. Это была ошибка. Нет, это не была ошибка. Ошибка. Мой прапрадед не мог погибнуть ошибочно за ерунду за какую-то. С вами разные позиции. Олесь, я не хочу вас обидеть. Я говорю ещё раз. За время существования человечества столько людей погибло за такую дикую ерунду, что, к сожалению, с этим придётся умирить. Нету болгарных. Что не значит, что гибель вашего прадеда была ерундой. Болгары, не берём болгар Украину. Зачем мы шли в Швейцарию и штурмовали Альпы? Зачем разозлили Наполеона? И он через пять лет пошёл сжигать Москву. Я об этом говорю. Это ошибки русской внешней политики. Мы не должны никуда идти. И никому не будем помогать. Но если у вас появятся беженцы, мы им поможем. Я не говорю, что они будут в плену у нас. В плену. И минут 60. Мы хотим, чтобы вам подали вагонный вид, да? А мы, депутаты, поедем в теплушках. Да извините, у нас нет на всех. Вначале создадим проблему, а потом мы будем... Это ваша проблема, мы ближе за банной проблемой. Я не понял, а вы собираетесь эти эшелоны сопровождать лично в минус 60? Я буду встречать на Толыме. Под Магаданом. Вы туда переезжать будете, да? Да. И там организовать борьбу. Это отвечаю вам о лесах Боливии. Да. Поэтому мы любим всех наших друзей, где бы ни было, но дружба дружбой, а табачок в рось. Танцуйте сами ваши танцы. Пожалуйста. Роман Худяков, депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР. Вот мы сегодня много с вами говорили, да, много дискуссировали, но мы прекрасно знаем, для чего мы здесь собрались. Да, ваша задача, Олесь, доказать, что мы должны вам давать деньги. Задача с нашей стороны объяснить всему российскому народу, что вам сейчас, в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, помогать нельзя. Объясню почему. Мы прекрасно видим, что творится на Майдане. У вас полиция горит, их закидывают коктейлям молотва. В каком нормальном государстве президент будет смотреть на такой хаос, который творится в стране? Кому давать помощь? Помощь давать Януковичу и тому правительству, который не может навести в своей республике порядок. А завтра он скажет, ой, извините, ну вот народ против и войдет не туда, куда нужно, да. И мы останемся, извините меня, при своих интересах. Или помощь давать тому новому правительству, которое сейчас образовывается. А то есть этим оголделым бандитам, которые выступают на Майдане, этим отморозкам, которые убивают наших граждан. Кому давать помощь? Кому давать деньги? Да 80% граждан России высказываются сейчас против этой помощи. Нашим надо сначала помогать. А если вы хотите, чтобы мы давали вам помощь, поверьте, за деньги дружбу купить нельзя. Это первое. Второе, если вы хотите, чтобы Россия реально помогала братьям-украинцам и нашим собратьям, войдите в Российскую империю, войдите к нам, проведите референдум, и мы будем помогать своей стране. Вот тогда это другой будет разговор. То есть дружбу купить нельзя, а территорию с людьми можно. Не предлагается покупать. Исконная русская земля, если она станет, опять войдет в нашу землю, да, в состав Российской империи, я считаю, это будет правильное решение украинского народа. Это наша позиция. Мы не говорим, что это позиция всей страны и нашего президента. Мы говорим, не надо. Будет восточная Украина отдельная. Все, братья навек опять. Но вместе с западной помощи не будет. Во-первых, я не стою тут за тем, чтобы были у Украины эти 3 миллиарда. Кто вам это сказал? Ну что это вы какие-то сказки свои тут здесь озвучите? Вы нам всю передачу объясняете, что мы обязаны помочь. Я еще раз вам говорю, я от этих 3 миллиардов я вообще не... Надо отметить, что это купили ценные бумаги, разместили эти деньги выгодно, они защищены. Разместили системой транши, на западных биржах. Согласны. И не заплатить невозможно. Согласны. И разместили под процент. А за газ не платят сабву. Вот. Вот. 5 месяцев. Вот. Бесплатный газ. Вам предложили, что доллары вы не взяли. А в России убирают от голода. Вы говорите, да? Сейчас, дайте нам помощь, дайте нам денег. А вам бесплатно. Дайте, Олесе, хоть что-то сказать. Вам же мои ответы вроде как и не нужны. Почему? Я вам честно говорю, ну берите автомат, идите в аюте. Нет, что вы нас толкаете к автоматам? Ну, идите в аюте, ну если вам мои ответы не нужны, все вступало только за мир. Все провоцирует. Давайте, дайте, Олесе, дайте сказать, Олесе. Если вы его слова даже дать не хотите. Вы же провоцируете, чтобы мы шли с оружием в руках. Владимир Вольфович, вы не кричите, пожалуйста. Попробуйте, Олесе, что-то сказать в этом ЛДПРовском хоре. Ну, жалко, Олесе, жалко. Там его бьют и здесь мешают. Надо помочь, Олесе. Во-первых, Владимир Вольфович, никто меня не бьет. Пусть попробует меня кто-то ударить. Это раз. А во-вторых, я хочу сказать следующее. Вы говорите сейчас общими словами. Вступайте в Российскую Федерацию. Да, хорошо. Сейчас в Российской Федерации мудрый президент. Я с глубокой симпатией отношусь к Владимиру Путину. А будет у вас, не дай бог, такой президент, как Жириновский. Вы же все растеряете. У него сегодня одно на языке, завтра у него другое на языке. Он хлесткой фразой, как обезьяна, махнет, щелкнет. Молодец. И что останется? Вы останетесь без России вообще. Вы сейчас показываете свое личное лицо. Вы показываете сейчас мне свое личное бескультуре. И дайте, говорите, просто личное бескультуре. Вы просто не даете даже сказать. Если сейчас рухнет экономика Украины, российская экономика тоже от этого очень сильно пострадает. Да, Россия великая. Я приведу вам только один пример. Военно-промышленный комплекс наш очень сильно подвязан. Я приведу вам только один пример. Ракету «Зенит», которую мы делаем в Днепропетровске, мы делаем совместно. Это Днепропетровская ракета, украинская ракета. Ну, там примерно половина составляющих украинских, половина составляющих российских. Но она российским комплексом военно-промышленным тоже используется. Приведу еще один пример. О вертолетах тут кто-то заговорил. Российские вертолеты летают только на украинских двигателях, произведенных объединением «Запорож-Сич». Это объединение производит 55 типов двигателей, авиационных и вертолетных. Но не будут боевые вертолеты российские летать. Пока вы будете рассчитывать на какие-то там итальянские двигатели, вас просто завоюют. Ну, просто развалится все к чертям собачьим. Есть проблема сейчас. У меня за это, за все болит душа. Я не вижу вас врагов. Я пытаюсь вас переубедить. Это вообще не моя стилистика, вот та, которую Владимир Вольфович предложил. Вот орать, превращать все это в балаган. Я против балагана. Время сейчас не до балагана. Тяжелое время. Вот есть проблема Черноморского флота. Сейчас, слава Богу, я это поддерживаю вообще вот руками и ногами, продлена аренда Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. И российский флот стоит в Севастополе и гарантирует безопасность. В том числе, ведь российский флот Черноморский, это он называется Черноморским, а по сути он Средиземный флот. Вот решить сирийскую проблему удалось только потому, что у России есть эта база. Но есть проблема. Есть проблема в том, что этот флот состоит еще из советских старых кораблей. Сейчас вопрос стоит. Будет в Украине правительство дружественное России? Вот вы можете много чего сказать плохого о Януковиче. И у меня тоже к нему может быть очень много вопросов. Но у меня рука сейчас, его бить в спину не поднимется. Да вы поймите, но некому сейчас помогать-то. Я скажу вам, потому что если удар... Нет, есть кому. Кому? Дать деньги Януковичу или дать деньги оппозиции? Мы обычно получаем то, что видим. Если я буду видеть вас не друга, а врага, мы к ничему хорошему не придем. А я вижу у вас все-таки друга. С другой позиции, но друга. Я Владимира Вольфовича, вот когда капустой в Киеве бросили, я помню, какой Владимир Вольфович приехал к нам тогда на встречу. Мы ужинали с ним в таком узком клубе. И я его утешал. Вольфович говорил, что меня никто не любит. Это я говорил, мы вас будем утешать сейчас. И мы вас утешаем, но никогда не вас утешаем. Не нуждаются в любви. Нуждаетесь вы или нет. Я говорю, оставьте в покое Россию и русские деньги. Теперь я хочу закончить по флоту. Для того, чтобы модернизировать российский флот, нужно возобновить производство на Николаевских судостроительных заводах. Эти заводы были построены очень давно еще при царском правительстве. Вот знаменитые дредноуты российские, 4 черноморских, с них сошли и императрица Мария, и императрица Екатерина, все одни из лучших кораблей в мире. Именно на этом заводе построен ваш единственный сейчас авианосец, адмирал Кузнецов, который служит на Северном флоте. Это построили украинские рабочие, украинские инженеры. Вот вам сам Бог говорит, войдите в Россию. Наши советские люди. И дальше была советская Украина. Вы знаете, вот давайте не спорить бесконечно о словах. Очень правильно. Русские, украинцы, кто чья бабушка. Так это вы и делаете. Кем был Щеки Харьев? Не хочу. Я хочу думать о будущем. Вот умница. Вы поймите, вы же не пришли. Пусть нас никто не тащит в кровь. Вы же не пришли, чтобы модернизировать ваш российский флот. Даже в минуту говорит украинскую судостроительную промышленную промышленность. Олеся, сейчас все-таки раунд завершен. Украинского правительства в Киеве. Разумно. Оно сейчас при всех недостатках. Не нужно России дружественное. Никакого правительства. Упаси Бог нам иметь друзей. Я вами недоволен. Нам нужны враги на всех границах. Вот вы... И чтобы вы все заткнулись и молчали. Владимир Владимирович, как вы могли такое сказать? Что такое? Вы, знаменитый русский политик. Да. Выигравший на каждых выборах, которые участвовали, любовь к миллионам российских избирателей, вдруг говорите, что вас никто не любит. Это неправда. Присаживайтесь, Владимир Вольфович. Вам сейчас помогут ваши секунданты. Подумайте. Нельзя недооценивать народную любовь. Так что, пока наши секунданты беседуют с нашими участниками, я не буду им мешать. В третьем раунде им предстоит отвечать на мои вопросы. Надо подготовиться. Они призывают нас взять автомат и идти защищать. Сами нас провоцируют. Мы не хотим. Нашего молодежи гибли, на нас закидывали этими коктейлями молотого. Нашего молодежи. И они говорят, что деньги они берут в кредит. Но потом объявят дефолт, и мы опять все деньги потеряем. Ну, правильно. Хорошо. А за газ вообще никаких денег нет? Конечно. Уже пять месяцев. А у нас замерзают люди по всей стране. Мы должны им отправлять. Идет газ, газ идет. Он здесь стоит, а газ идет без остановки, так сказать. И деньги идут туда, все. Он говорит, давайте, Николаев, завод. Да мы заплатим за все, что они сделают. Конечно, конечно. Прямые договора. Мы можем и заводы... Мы без Украины. Да не сможем мы без Украины. Все правильно. Вертолет, да, космический промышленный. И закончить по Германии. У тебя там прервали, ты начал хорошо, что вот в одиночку. И теперь сделала выводы, и теперь Евросоюз вокруг нее. Да? То есть закончить эту тему. Вот Джериноскевич тоже сказал про международную политику. Как раз... Неграмотные страны объединяются. Как раз неграмотная международная политика будет для России, если мы просто возьмем так на лодку, отдадим эту ситуацию и отпустим ее. Мы сейчас здесь должны цепляться за Украину. И здесь вы правильно... Вот когда искренне говорили, вы правильно говорили, мы же братские народы. У нас одна кровь, что-то просто разное, да, границы есть. Ну и мы сейчас вот... Спасибо, что нам заказ даете на наши заводы. Мы вот вам строим. Ну и стройте, мы вас купим. Мы же не говорим, что не будем покупать. Мы все у них купим. Деньги не дадим, они сейчас плюнут нам опять в лицо. Мы заплатим за продукцию. Мы пойдем в Евросоюз. Давайте покупать у них все. Будет все правильно. То есть себе продовольствие. Они просят деньги. Они деньги. Так деньги-то они хотят истратить. Истратить деньги. В Куршавель поедут они наши деньги. Вот что им надо. Националисты везде, они всегда обвиняют. Бывает иногда, что достанут тебя. Я понимаю, да. Я уже знаете, как к женщинам отношусь. Но иногда просто достанут. Ведь я увидел в этой девушке вот тех, которые стояли на Майдане. Вот, ну, тот же типаж, то же выражение. Не, аккуратно. И та же какая-то узость мышления. Она потеполит хоть и за ЛДПР, но все-таки женщина из-за этого все очень правильно. Вот такая же узость мышления. Все мне просто... Не стягивается в этот первый тон. Не переходить на тон. Это для Жиреноского. Это его, да. Это его поляна. А для тебя это не должно быть. Разум. Ну, я думаю, что да. Вот правильный, правильный. Но ты же понимаешь, что эмоции всегда... Прозвучало очень много разных вопросов и предположений. Но я думаю, что лучше всего обратиться к первоисточнику. И у нас есть возможность послушать мнение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об обсуждаемой теме. Будем ли мы пересматривать наши договоренности по кредитам и по энергетике, если к власти придет оппозиция? Не будем. Для нас неважно. Мы же вели очень конструктивный диалог с правительством Украины, когда это правительство возглавляло госпожа Тимошенко. Мы же обо всём с ней договаривались. И для нас это никакой не табу разговаривать с представителями всех политических сил Украины. Но что для нас принципиально важно, и я уже об этом сказал, хочу ещё раз повторить. Для нас важно, чтобы украинская экономика была кредитоспособной. Важно, чтобы украинская экономика могла генерировать позитивный эффект своего развития, чтобы правительство провело структурные изменения, и мы были бы гарантированы, что мы получим назад свои кредитные ресурсы. Вы понимаете, всё-таки, несмотря на наши большие золото-валютные резервы, резервы правительства, всё-таки 15 миллиардов – это то, что планировал вся организация крупная международная МВФ дать Украине. Россия дала одна, даёт, во всём случае. И мы хотим быть уверены в том, что эти деньги вернутся. Это, по-моему, абсолютно нормальные вещи. Поэтому для нас важно, какие бы политические силы ни были во главе правительства, важно, какую экономическую политику они намерены проводить. Вот это принципиальный вопрос. Олеся, вот сейчас у наших зрителей постоянно на слуху фамилии людей, которых язык не поворачивается называть героями. Для нас они антигерои Майдана. Люди, которые не смогли удержать протест в мирном русле, и которые дали выползти на поверхность националистической бандеровской мрази. Но мы не знаем здесь имена героев. Тех людей, которые отказались стоять на колени перед сумасшествующей толпой бандеровцев. Тех людей, которые организуют сопротивление в Крыму, которые организуют сопротивление в Харькове. Вы могли бы назвать имена тех людей, которые действительно являются героями этого противостояния, которые не забыли нашу общую историю, и которые понимают, да, политики несовершенны, но есть вещи святые для любого россиянина и украинца. Это наш совместный подвиг в Великой войне. И вот нацистская угроза не должна пройти никогда. Вы могли бы просто назвать этих людей? А я бы вам мог вот сейчас называть имена, но я называть эти имена не стану по двум причинам. Во-первых, потому что называть эти имена в Киеве крайне опасно сейчас. Каждый офицер и солдат Беркута возвращается потом домой. И если я вам назову сейчас это имя, это означает, что я их просто выдам. Чтобы вы знали ситуацию в Киеве. Вот те люди, которые от Газдепа, те, которых вы называете националистами, ультра-националистами, там неважно, как их называют, они ведь что сейчас делают? Они выклады выложили в интернет. Имена всех беркутовцев, всех солдат внутренних войск, которые там стоят, всех офицеров. У них тактика такая. Там есть призывы убивать их жен, убивать детей, избивать, блокировать квартиры. Там есть такая организация, которую одним из инициаторов, которого является бывший министр обороны Украины Гриценко. Это проамериканский абсолютно человек. Его сын ездит в этой организации, называется Автомайдан. Они объезжают дома людей, у которых вот такая позиция, как у меня, обычных нормальных украинских людей. Блокируют эти дома, ломают заборы, забрасывают этих людей бутылками, камнями, нечистотами. Идет кампания шельмования всех этих людей. А на Украине на самом деле, вот есть это выражение сталинское, я ко всем к вам обращаюсь. Вот кто на кухне сейчас нас слушает, кто в зале сейчас сидит, вот за моей спиной. На Украине сейчас массовый героизм. Вот внутренние войска это массовый героизм. Вы знаете, что мне это стоит сказать? Пытаются другую американцы навязать информационную кампанию, но я ей не поддаюсь. Беркут это герои. Это герои беркутовцы, герои все. Офицеры и солдаты других спецподразделений, герои. Там служат простые люди. Вы знаете, за сколько они служат? Вот когда речь идет о деньгах, они служат за 350, 400, 500 долларов в месяц. Это такая зарплата у них. Вы хотите сказать, они за деньги служат? Они за идею служат. Вот беркутовцы это идейные люди. Среди политиков есть много людей, которые поддерживают ту же позицию, что и у меня. Я не хочу опять-таки рекламировать одних в ущерб другим. Это такие наши внутренние сейчас расклады. Но эти люди есть. Внимательно смотрите телевизор, читайте новости. Вы о них увидите и узнаете своих на Украине. Но не украинские, потому что, к сожалению, украинская ТВ напоминает худший период времен оголтелой Гебелевской пропаганды. Да, на украинском ТВ оранжевая цензура. Оранжевая цензура. Олигархи поддерживают в основной массе своей антиукраинскую линию и антироссийскую одновременно. Это интересная тема, Олесь. Мы о ней поговорим чуть позже. Владимир Владимирович, ведь как-то мы все время говорим, что мы один народ, что нам надо дружить, что мы вместе воевали, братья. Но мы все время забываем, что те, кто сейчас выходит на Майдан, они-то не православные. Они-то униаты. И они выходят, поднимая на флаги портреты душителей и убийц русских, поляков, православных украинцев, евреев. Они сделали героем тех, которые виновны в уничтожении белорусских деревень, страшных погромов на территории Западной и Восточной Украины. Мы почему-то все время говорим один народ, а пытаемся не увидеть, что де-факто мы наблюдаем очередной крестовый поход. Ведь Папа Римский их благословил. Не Украину, а Майдан. Четыре места служат в день. И даже там очень разные направления православия и то отошли от этого Майдана. И ведь Восток мы сейчас оставляем, если угодно, на вот это пожирание очередной волне крестового похода. Разве не останавливала Великая Русь крестовые походы, которые шли против православия? Разве не прижигала каленым железом? Разве Карл XII не получил когда-то по жовто-блокитной морде? Не говорю про украинский флаг, напоминаю на шведский, он тоже жовто-блокитный. Разве, хотя не факт, что был таким тогда. Был. Ну я так везю, вы же историк, я поэтому люблю. Желтый крест на синем поле. Разве Александр Невский не крестовый поход против России остановил, когда нам пытались нести цивилизацию? И вдруг вы говорите, давайте, не будем помогать, может лучше на дальних подступах остановить эту чуму, не допустить ее к нам? Мы же с вами видели, как они пытались это все протащить сюда. Как они пытались здесь захватить настроение. Как они нам говорили, вот смотрите, все садитесь, ах эти плохие милиционеры, что они себе позволяют на Болотный, будем в них кидать камни. Ведь грамм отделял нас от того Майдана. То, что наш ОМОН получил приказ и остановил разгул молодчиков. Вот как вы сейчас говорите, и как бы хотел наш писатель украинский Олесь Бузина, так было 300 лет. Мы же проиграли эти 300 лет. Мы начали все хорошо, бьемся со шведами, немцы, французы, турки, поляки, всех освобождаем, всем помогаем. Но конечный результат, мы все проиграли. Когда? У нас сейчас, 91-й год. Но мы проиграли. И нас вернули. Не из-за тех победить, ничего подобного. Границам 17-го века. Мы проиграли, когда Ельцин и Горбачев швырнули нас границам 17-го века. А не те, которые огнем и мечом прижигали и останавливали эту чуму. Но почему Ельцину и Горбачеву удалось разрушить СССР? Потому что страна была ослаблена. Миллионы людей были на полях сражений погибли. Эти русские мужчины, которые не вернулись домой, не создали семьи, не родились дети. И нас все меньше и меньше, у нас все больше и больше. Алкоголизм. То есть мы... 26 миллионов погибает в Великой Отечественной войне, но ослабленный Великий Советский Союз запускает ракету в космос, строит великую промышленность, дает образование всем, развивает целину, поднимает Среднюю Азию и ничего. А сейчас без всякой войны мы теряем больше территории, чем когда-либо в своей истории. И вы говорите, в этом виновата Украина или кто-то еще? Да, потому что за эти 300 лет весь интеллект нации, всю элиту уничтожали постоянно. А вы? Вот я вырос. Правильно. Вы же интеллект нации. А теперь будем действовать по-другому. Что же вы так? Теперь по-другому будем действовать. И ни одного солдата, ни одного рубля за пределы России не отдадим. Пусть ползут к нам на коленях. Стены Московского Кремля стучатся. Хотим обратно домой в Россию. Вот Украина... Как когда-то было в истории Российской империи. Не будем брать Украину. Грузия умоляют русского царя на вечные времена состав русского государства. 200 лет назад. Берем. 91-й год уходят и объявляют нам войну. Да не они уходят. Потому что русский царь их предал. Поэтому они уходят. Русский царь их выгнал. Выбросил их русский царь. Поэтому здесь главные вопросы к русскому царю. Как он дошел до такого, что перестал чувствовать ответственность. Она и сегодня действует пятая колонна. Все время. Потому что он никакой не царь. Потому что царь был кем? Помазанником богом. А это голодранцы. С улицы пришли. Возомнившие, что имеют право судить вековую историю России. Майдан февраль 17-го в России. Майдан октябрь 17-го. Майдан август 91-го. И октябрь 17-го. Вот наш Майдан. Пять Майданов. Это все уже было. Они с опозданием идут. Мы это все прошли. Пять Майданов. Вы начали очень интересную, очень глубокую мысль. Ведь мы помним начальную точку. Мы помним 91-й год, когда Украина говорила, да мы кормим весь Советский Союз. Дефакто. Это же была житница. Это замечательный курорт. Это великолепная промышленность. Это замечательный, образованный, хорошо образованный народ. Казалось бы, что у вас начальная точка для роста фантастическая. Вы можете ворваться в Европу, стать гигантским государством, Германию отодвинуть. И вдруг, спустя 20 лет, нищета. Свора политических элит. Когда смотришь на вашу Раду, радуешься, что все миллионеры купили себе по мандату. У нас и то скромнее, ребята. Когда смотришь на ваши СМИ, то удивляешься степени их продажности. Принадлежат олигархам, моментально меняют свою точку зрения в зависимости от того, с кем подписали контракт. Решили олигархи, что им выгоднее в Европу торговать и продали Януковича. Олесь, почему так получилось? Где произошел этот сбой? В какой момент украинскому народу вдруг связали руки, одурили вот эта маленькая горсочка злобных олигархов? АПЛОДИСМЕНТЫ Всего три слова. Коммунистическая партия Украины. Да, это. Все. Вот они все сделают. Я сам постоянно ищу ответ на этот вопрос. Но, вот даже не в прошлом надо сейчас искать причины. Вот все националисты во всех странах, в России, в Украине, они очень похожи. Абсолютно. Есть одна одинаковая риторика. Они постоянно говорят, что они кого-то кормят. Они постоянно говорят, что нам никто другой не нужен. Мы сами. Мы сами. Они постоянно говорят, что нам не додали. Они постоянно говорят, что кто-то съел нашу колбасу, наше сало. Что где-то нет газа, потому что кто-то виноват, они сами туда проложили. Или, может, и людей там уже не осталось в тех местах, что туда трубу класть, если там люди давно переселились в крупные города. Я думаю, что вопрос газификации России не имеет никакого отношения к Украине, не имеет отношения к политике конкретной государственной компании. Да, я абсолютно с этим убежден. И вот это бесконечное... Вы знаете, вот если мы будем тратить время на копание в прошлом, если бы Алексей Михайлович тратил время, вот царь, на копание в прошлом, то никогда бы Богдан Хмельницкий и Алексей Михайлович не договорились. Они договорились. Вот две страны оказались в качестве субъекта. Субъекта Украина оказалась очень близко связанного с Российской тогдашней империей. Она еще не называлась империей, но неважно. По факту это было так. Сейчас нужно не тратить время на разговоры о прошлом, а нужно быстро выстраивать будущее. Потому что... Конечно, здесь возникает вопрос. Ведь о чем говорит Владимир Владимирович? Смотрите, у вас Тигенбок пытается стать министром внутренних дел и легализовать национальную гвардию, которая де-факто сборища бандитов, присягнувших не народу, а нации. И сделать их кадровыми офицерами и сотрудниками. Поэтому подозрение же в чем? Деньги, которые в том или ином виде, каким-то образом, неважно от какой страны, вдруг окажутся в казне, где гарантии, что не будут использованы вот этими коричневыми, для того, чтобы вооружить и бросить на подавление Востока. Здесь же вот в чем опасность. Ведь по большому счету деньги – это бензин. Это вот бензин этой страшной машины, который может поехать, вы можете заправить лимузин, а можете заправить танк, который начнет давить ваших граждан. Владимир, но вы же прекрасно понимаете, что о чем бы мы сейчас ни спорили, Российская Федерация в случае наличия на Украине недружественного России правительства ни копейки денег дальше не даст. Но это же очевидные факты, которые объединят нас в этой студии. Ну, надо сказать точно, наше правительство сейчас очень ясно и четко формулирует задачу, и когда говорит «да-да», а когда говорит «ребята, вы себя неправильно ведете» – «нет», значит «нет». Слава Богу, у нас сейчас люди работают с мозгами. Да, я бы сказал так, что в Кремле очень предсказуемое правительство. Вот я не могу найти какой-либо случай, чтобы после 1999 года, когда в Кремле появился Владимир Путин, где-то была сдана позиция России. Да, вот упрекнуть Путина в этом невозможно. Я лично почувствовал облегчение, когда в Кремле появился человек с фамилией Путин. Говорящая фамилия. И очень хорошо, правильно говорящая. Я уверен, что Тягныбок на Украине не получит место министра внутренних дел. Потому что тогда Янукович не получит денег от Российской Федерации. Это однозначно. Я уверен, что если будет принят закон об амнистии, то это будет правильный закон об амнистии после того, когда будут освобождены административные здания в Украине. Я уверен, что сейчас за пределами этой студии идет очень тяжелая дипломатическая борьба. И что сейчас первые лица государств созваниваются друг с другом, выясняют позиции. Я думаю, что мы сейчас тоже делаем очень важное дело, потому что пытаемся выработать тоже общее общественное мнение. И я соглашусь в одном с господином Жириновским, что денег недружественному по отношению к России правительству давать, конечно, нельзя. Это стопроцентно. Вот в этом мы с Жириновским не разделены. Мы можем быть разделены в риторике, в темпераменте, в технологиях ведения полемики, но только не в этом. Владимир Вольфович, а какой он русский характер? Какой он русский характер, какой он русский человек? Вот я вас знаю много лет. Вы, что бы ни говорили, неважно где вы родились, неважно этнические корни, вы абсолютно русский человек и абсолютно русский политик. И вы же добрый человек. Я же вас каждый раз видел, когда вы помогали, когда у вас уступали слезы, когда вы видели чужую боль. Я же видел, как вы всё бросали и доставали деньги из кармана, и просто давали чек, которого первый раз в жизни видели. И вы никогда не бываете, что приехали в студию, и всем, кто находится в студии, не раздали подарки. Почему же своё милосердие и доброту вы пытаетесь скрыть, когда речь заходит о принципиальных решениях? Вот вы говорите, в России холодно, и на Украине холодно, и на Украину пришла беда. И сейчас, если Россия не поможет, то ведь это украинские пенсионеры, которые не смогут получить свою пенсию. Это украинские матери-одиночки, которые не смогут получить помощь. Это украинские дома и сёла будут замерзать, если не будет этого газа, которым отапливают. Неужели мы хотим нашим братьям, несмотря на безумие их политиков и правительства, неужели мы им хотим беды? Неужели мы ближнему не поможем и со своего стола не отрежем кусок сала, не дадим шмот мяса, буханку хлеба, не поделимся тем, что у нас есть? Просто потому, что мы такой народ. Просто потому, что мы сами будем недополучать, а ближнему, который в большей беде, чем мы, всё равно поможет. Вот это черта русского характера и мешает нам стать богаче наших соседей. Нам нужно сказать русским. Давайте всем помогать. Давайте быть добрыми, связливыми, поплачем, последнюю рубаху снимем, разделим хлеб, всё. Но мы всегда будем нищими. И от нас будут убегать не только украинцы, но и наша молодёжь. А в этой студии вы хотели свой костюм снять и отдать его Олесе. Да, вот в личном плане, в личном плане, мы добрее, мы добрее. Американец никогда ничего не даст никому, француз, немец. Но надо нам перестать быть добрыми на уровне государства. Вы знаете, американцы на личном уровне, и американцы очень добрые. И американец на личном уровне, когда ты с ним знакомишься, оказывается отличный мужик, который, кстати, хвост и в гриву ругает своё правительство. Да, да, люди, люди, как выясняется, вот националисты все одинаковые, люди все разные. Но человеческие качества развиты у всех. Вот, чтобы закончить, я говорю, мы испытали три модели. Царская за веру, царя Отечества, рухнула, не получилось. Много героизма, не получилось. Советская модель, космос, всё делаем, рухнула. Сейчас демократическая модель, экономика, приватизация, рухнула. И четвёртая модель идёт, националистическая. Вот на Майдане она заработала. И пятая модель, единственная, которая спасёт нас всех, это ЛДПР. Здесь будет немножко от монахов, немножко от левых, немножко от националистов. Но в целом нельзя возвращаться к царю, к советской власти, и нельзя националистам помочь подняться. Вы понимаете, в чём большая... Надо всех остановить, всех. Но всех накормить. У ЛДПР есть только одна проблема. Какая? Дело в том, что ЛДПР обладает источником вечной мудрости. Но если вас удастся клонировать и сделать так, чтобы вы жили 574 года, я могу догадаться, что, наверное, ЛДПР будет всепобеждающим мучением. В любом другом случае, вы за долгие годы наговорили такое количество противоречивых вещей, что у всех сторонников ЛДПР они сойдут с ума, листая википедию с вашей фамилией. Вы лечим, вы лечим всех. Подлечим. Олесь. В самом заключении, я хочу вас поблагодарить за мужество. Я хочу вас поблагодарить за любовь к Украине. Я хочу вас поблагодарить за правду. И хочу вам сказать, может быть, это прозвучало несколько жёстко, но то, что звучало и у Владимира Вольфовича, и у Лены, и у всех свидетелей. Мы любим Украину. Да. Мы не воспринимаем Украину как враждебное государство. Для нас это единый народ. Да. При всём уважении к вашей самостоятельности, мы уважаем вас как государство. Всего лишь о чём говорим мы. Мы рады помочь, когда увидим с вашей стороны, что вы готовы эту помощь принять. Когда вы поднимаетесь на встречу этой помощи, когда такие люди, как вы, говорят от лица Украины, когда такие люди, как вы, на Украине определяют политику, такие люди, как вы, организуют сопротивление против всего того, что ненавистно русскому человеку, против мерзкого проявления бандеровщины и нацизма. Спасибо вам большое за то, что вы приехали сюда. Владимир Восифович, спасибо вам большое за то, что вы, как всегда, были блистательны. А вам, дорогие телезрители, осталось вот несколько секунд, чтобы проголосовать, и тогда наши участники узнают, кого вы сегодня выбрали победителем. Телезрители присудили победу Владимиру Жириновскому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова